Окрайна Рязани, Карцевский лес. В дневном хоре птиц отчетко выделяются звонкие трели, напоминающие звуки флейты. А где же сам исполнитель? Можно часами наслаждаться певучими ладами, но так и не увидеть птицу-невидимку, которая прячется в густых кронах высоких деревьев. Это Иволга, одна из лучших лесных певуней. За мелозвучное пение ее называют лесной флейтой. Но приятные песни ее бывают не всегда. Птица часто издает и резкие звуки, напоминающие кошачьи раздирающие вопли, когда той наступают на хвост. Поэтому Иволгу называют еще лесной кошкой. Гнездится Иволга не только в лесах, но и в хорошо зелененных больших городах. Покос травы и стрижка кустов ей не страшны, так как живет она в кронах деревьев. Найти гнездо Иволги – большая удача. Оно хорошо замаскировано. Является оно настоящим произведением искусства. Корзиночка подвешена в развилке тонких ветвей, находящихся высоко над землей и далеко от ствола дерева. Основа в виде гамака плетется истеблить травы, лыка, растительных волокон и полосок березовой коры. Прикреплена корзиночка к веткам очень крепко, так что даже самые сильные пары ветра ее не оторвет. Яйца из такой колыбельки никогда не выпадают, потому что по внутреннему краю гнезда сделан сплошной валик. Сверху корзиночка прикрыта тоненькими веточками. Иволга является одной из самых ярких птиц средней полосы России. Оперение у самцов ярко-желтое, крылья и хвост черные. От клюва глазу пролегла небольшая черная полоска. Самки цвета зеленых оливок. Полоска от клюва глазу светлее. Размером эта птица немного крупнее скворца. Самки умеют свистеть не хуже самцов. И в их случае это вовсе не весенняя песня. Известный орнитолог 20 века Леонид Симага описал случай, как в большом городе на виду изумленных людей самка Иволга сражалась фрейтовым свистом со своим отражением в оконном стекле. Красивая и громкая песня заглушила все звуки улицы и собрала толпу любопытных. А Иволга не обращала внимания на людей и продолжала свистеть, пока окно не открыла хозяйка квартиры. Но и после этого птица, ненадолго замолчав, продолжила пение, увидев свое отражение в другом окне. Все это время самец мяукал на соседнем дереве. Иволга не прочь заглянуть в чужое гнездо и украсть яйцо, за что недолюбливают и соседей размером поменьше. Летом птицы любят полакомиться различными ягодами и фруктами. Иволга, так же как и кукушка, ест магнатых ядовитых гусениц, которых другие птицы игнорируют. Этим она приносит огромную пользу. Кроме гусениц, она питается бабочками, стрекозами и другими насекомыми. С появлением птенцов родители неустанно трудятся. В этот период они забывают о собственной безопасности и могут стать добычей любой хищной птицы. Однако, если иволги первыми замечают врага, то с отчаянной смелостью нападают. Они решительно бросаются на ворону, сороку, ястреба. При этом они летят выше хищника, противно кричат и пикируют, не дотрагиваясь до спины. В таких случаях пернатые хищники предпочитают удалиться, а иволги продолжают еще долго мяукать. Плохая погода для них тоже повод помяукать. Они пригощают дождь. Птенцы, даже проголодавши, сидят в гнезде тихо-тихо. Но, покинув родительский дом, становятся крикливы. В целях поддержания чистоты в гнезде родители по мету носят или съедают. Приблизительно в двухнедельном возрасте птенцы покидают гнездо, перебираясь на ветки деревьев. Они еще не умеют летать и могут стать легкой добычей хищников. В это время в лесу слышны частые, отрывистые крики «ки-ки-ки», которые молодые иволги издают при приближении взрослых птиц с кормом. Слетки не похожи на родителей. Пучок желтых перьев у них только в районе будущего хвоста. Летать молодежь начинает в возрасте 18-20 дней. Родители продолжают кормить некоторое время даже хорошо летающих птенцов. В конце августа иволги отправятся на зимовку в Африку, чтобы будущее весной вернуться в те края, где когда-то родились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова